Наконец-то настал день, когда можно смело сказать, Аркана на Спектру уже здесь. Пока я занимался совершенно другими вещами, а именно разбирал реплики нового героя, прилетел двойной тизер от этого парня, которого в комьюнити прозвали Серым Кардиналом Корпорации Valve. Ну и давайте во всём разбираться по порядку и посмотрим, что же пытается тизерить игрокам Викрам Рэдди. Пока мы все дружно спали, он фанился как мог, и сначала выложил такую картинку, всего лишь подписав. Иногда я делаю рандомные штуки, вроде этой. На этом он, конечно же, не остановился, и спустя два часа выложил следующую. На самой картинке мы видим что-то похожее на Вуаль, а вместе с ней красуются два персонажа из Доты, Абадон и Шторм Спирит. Ну и, конечно, подпись также имеется. Другая рандомная фигура, брошенная в пару героев из Доты. Почему бы и нет? Это можно смело считать финальным и окончательным тизером ко всем остальным сливам, которые были ранее и тем более пару дней назад. Как раз вместе с выходом патча 7.29 начали происходить и другие странные события. А именно, у игроков во время матча появилась дополнительная вкладка, и она отображалась только играя за спектру. Тут мы видим и строки, которые начинаются от Дота Аркана Спектра, и даже оригинальное название самой вкладки – Аркана. Такое сложно было не заметить, и даже есть ощущение, что сами Valve хотели слегка подпитать наши вечные ожидания. Ну и, наверное, ни для кого не станет секретом, что обе эти картинки показывают раскрас Аркана предмета, который, как и положено, будет иметь два стиля. Ну и главный вопрос, на который нужно дать ответ – когда же состоится релиз? Похоже, к четвергу наше мучительное ожидание закончится, и мы самолично отдадим свои сбережения. Тот же Викрам не стал придумывать велосипед, и буквально воспроизвёл летний тизер, который был приурочен к ивенту. Если вы вспомните, он также выкладывал изменённый посох волшебника у себя в Твиттере. А затем менее чем через сутки появилось летнее событие – лабиринт Аганима. Абсолютно то же самое и здесь. Ну а суетологи уже могут смело вставать на дежурство, и ПКД обновлять игровой клиент. А вот на Эпик Луте шансы, как всегда, выше. И, кстати, ребята добавили кейс, приуроченный к новому герою. Но сегодня нас больше интересует Аркана. Находим кейс 50 на 50, открываем его и молимся всем божествам, которые только есть в Доте. Немного не свезло, но это не повод расстраиваться, ведь всегда можно пойти в апгрейды. Выбираем ту самую выбитую шмотку и любую Аркану, которая нам приглянулась. И с очень хорошим шансом проводим апгрейд, и забираем свою Аркану. А дабы стало ещё проще, забирайте промокод в 15% по полнению баланса, который вы видите на экране. Ну а из новенького на сайте вышло обновление, и даже появился Secret Shop. Там есть вкусные предложения для каждого игрока. Смелее залетай ниже под ролик и окупайся. Давайте ещё раз вернёмся к этим двум картинкам. Там есть важные мелкие детали. Многие из нас ожидают увидеть Спектру плюс-минус в таком обличии. Это китайский фан-арт, который не имеет ничего общего с официальной версией от Valve. Как мы и говорили пару месяцев назад, под ней скрывается истинная и можно даже сказать первозданная сущность – Мартрет. Почему это, например, не Эфемрин, либо кто-то ещё, я рассказывал в этом видео. Самое время освежить память перед релизом. Орден Мартрет так и называется – Сёстры Вуали. Ну а то, что мы видим на изображениях, очень похоже на эту самую Вуаль. Ну а цветовая гамма первой говорит сама за себя, и нет сомнений, что речь идёт конкретно про неё. Другое дело, что и человеческих признаков тут не видно, ни лица и даже ни намёка на тело. Так что стоит заранее умерить свои ожидания касаемо схожести двух героинь в самой игре. Те, кто особо не интересуется лором, а таких, к сожалению, немало, вряд ли поймут копирабельность и задумку издателя. И, скорее всего, от Фантом Ассасин мало что останется, если, конечно, разрабы не наберутся смелости это сделать. Всё-таки с недавнего времени Спектра снова научилась говорить, и к ней потихоньку возвращается память. Однако, это не вся информация вокруг Арканы. Датамайнеры нашли строки, связанные с некой мини-игрой. На самом деле Дота таким особо не славится, и, пожалуй, это ещё одно неплохое нововведение, которое привлечёт внимание. Помимо этого, по традиции, комплект обзаведётся своим счётчиком, дабы разблокировать второй стиль. По неподтверждённой информации, он будет завязан на первом скиле, и именно он почитает разницу между открытием следующего облика. Как и положено, Аркана будет стоить столько же, сколько и остальные в магазине. Сейчас ценник закрепился в 2700 рублей, так что имейте это в виду и начинайте готовиться. Ну а что касается слота, это закрытая информация, и вы можете смело порассуждать об этом в комментариях. Однако, это не все новости на сегодня. Вместе с этим зашевелился и весенний ивент, который мы трясём уже пару месяцев. Помимо того, что мы уже обсуждали, появились и новые сливы. Датамайнеры нашли строки, где упоминается место падения метеорита и разминирования бомбы, что бы это ни значило. Но перед этим они не самым хитрым образом удалили все строки, связанные с другим проектом – CSGO. Reddit воспринял эту информацию в шутливой форме, и большинство уверено, что это никак не связано с шутером от Valve, и всего лишь проводились нужные им тесты. Где-то в этой истории находится и Bounty Hunter, которому прописали скилл с забавным названием – Медвежий Капкан. Как мы все видели, в новом патче ничего подобного у него не появилось. Но этот самый Капкан не был удалён, а всего лишь переместился в другой раздел, как вы уже догадались, в раздел ивента Spring 21. Это огромная и отдельная ветка, которая пополняется с каждым разом, но, похоже, придётся ещё немного потерпеть. И не стоит забывать, что где-то через месяц появится боевой пропуск, который помимо недосягаемых предметов должен хоть немного развлекать. Если выход Арканы не потащит за собой этот самый ивент, то все эти строки были посвящены именно Батл Пассу. Ситуация во всём мире понемногу возвращается в обычное русло, и она куда лучше, чем в прошлом году. Ровно 365 дней назад мы сидели запертые в своих квартирах, и чтобы элементарно добраться до магазина, нужна была недюжинная смелость. И, насколько вы помните, ситуация с Интом была также не до конца ясной – то ли состоится, то ли полная отмена. Как раз по этой самой причине и добавили летнее событие, дабы хоть как-то исправить текущее положение делу, и не распылять наше внимание на другие проекты. Благо, что мир смог адаптироваться, и всё идёт к тому, что Инн состоится на этот раз, хоть и не в самом полномасштабном формате. И, как вы поняли, нет никакого смысла отодвигать ивент на летнее время, когда мы вовсю будем заняты другими вещами. Кто-то, например, закупаться Иммертл с сундуками, а кто-то трястись из-за фэнтези-очков и так далее. Нам же нужно коротать время, пока персоны или арканы будут планомерно добавляться, и я думаю, ивент с этим вполне себе справится. Ещё одной отмены Инта фанаты просто не переживут, а там и падение акций американцев не за горами. Тем более, не забывайте, что наши 40 миллиончиков до сих пор томятся под кроватью Гейба Ньюола, и нужно как-то объясниться перед людьми. Я думаю, посыл всем понятен, и не стоит уверенно разделять весенний ивент и боевой пропуск. Хотя, если каждый из них сам по себе, то в этом тоже нет ничего страшного. Осталось только дождаться релиза арканы, и этот вопрос мы с вами закроем. Ну а для комплекта пора стелить красную дорожку, мы уже давненько к ней готовы, и её выход идёт на считанные часы. Надеемся, что Викрам Рэдди не свихнулся, или не сошёл с ума, и что он не просто балуется в пэнте на огромную аудиторию. Наверное, это всё, что я хотел сказать сегодня, и пойду дальше разбираться с Валорой. И дабы не пропустить всё интересное, вбивайте в колокола и подписывайтесь на канал. А если вы хорошо провели время на протяжении этих пару минут, то нажмите лайк, мне будет приятно ваша поддержка. Если всё идёт как идёт, то, наверное, придётся отодвигать разбор связей, и уже знакомиться с Арканой. Ну а как лучше поступить, напишите своё мнение в комментариях. Ещё услышимся, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»